Это очень страшно. Не каждый взрослый человек пережил этого, чем я, 11-летняя. Потому что сейчас, в 2022-й, люди в космос летают, а тут такое происходит. Не знаю. Лично ужасно, по моему мнению, потому что что сделали люди обычные? Просто жили нормально и ничего не делали плохого. Были дома, у кого-то была карьера своя, все были счастливы, жили. А тут такое случилось с людьми. Некоторые умерли, погибли. У меня учительница погибла. А-а-а, да. Ее дом было прямое попадание, поэтому погибла. Она не уехала, тоже не выехала. А другие учителя тоже не знают, что с ними одноклассники. Я хотела стать художником, я люблю рисовать. Я хотела на графическом планшете, пыталась... Ну как, у меня... Ну, я пыталась рисовать на телефоне, на планшете. Я пыталась что-то делать. Мой планшет с рисунками остался там тоже. Ну, сейчас я думаю, что может полететь в Америку и начать учиться. Ну, учиться. Просто учиться. Потому что эта ситуация изменила многих. Я надеюсь, что после этого люди станут лучше. Потому что, ну, я не знаю, как после этого можно быть таким... Ну, не знаю, как сказать. Просто тяжело очень сильно переживать это все. Допустим, я ребенок, я... Мне только одиннадцать. И мне тяжело это все было. Двадцать... Я пыталась не плакать. Я пыталась держать все себе. Есть и другое. Да. А моя сестра, вот, Мирослава, она тоже, вот, тяжело ей было. Ну, как тяжело, она ничего не понимала. Но все равно она... Вот, знаете, люди кричат там, допустим, что-то летит, люди бежат. И она говорит, летит, летит. Вот, знаете, повторяет тоже, что летит там. А, допустим, когда у нас сирена была... Там летел там... Вольвовка. Она говорит, сирена. Там летел там сирена. Вот. Говорит. Она маленькая, короче. Два годика. Тяжело. Но сейчас я думаю, что... Люди начнут ценить то, что у них есть. Я хочу сказать, что я видела эти дома горелые. Это все. Не видела большинство взрослых людей. То, что я видела. Потому что это было ужасно. Можно было на видео снять, но... Это было ужасно. Потому что... Ну, телефоны были, правда, разряжены. Но можно было снять на видео. Но боюсь, что... Просто... Это ужасно, понимаете? Дело в том, что у нас... Вот мы едем в машине, Ну, мы смотрим. У нас только одно было повитое окно. Увело окно. Было. Ну, там еще пули были. Ну, что-то немножко было. И мы смотрим по сторонам. Эти дома. Это... Вот дом... Все дома горят. Один наш дом целый. Только окна повылетали. И мы просто... Это просто... Вот... Во все дома попадали снаряды. Наш дом был один целый. Только окна повылетали. Это... Это просто чудо. А мы... Ничего. Только была надежда на Бога, потому что... Больше не на что было надеяться. Мне кажется, что все люди в подвале поняли, что такое смысл жить. Потому что... Мы все были сильными. Знаете... Мне кажется, было особенно тяжело маме. Потому что мама, она сама переживала за нас. А мама плакала постоянно. Я-то держалась. Потому что... Не знаю. Но я понимала, что слезы мне не помогут. То есть... Просто надо было верить, что будет все хорошо. Ну да. А у меня только началась истерика. Я начала плакать, потому что я не знаю, что со мной произошло. Просто я держала это в себе. И оно вырвалось из меня. Из-за того, что... Когда у нас какой-то день был, 15-й, 14-й, в наш дом что-то попало. Я не знаю. Такой сильно наш дом затрясло. Это было... Я так испугалась. Мне начало трусить очень сильно. Я даже плакать начала, потому что было страшно. Я не знаю. Но на следующий день все прошло. Я... Если даже машина ехала какая-нибудь, я сразу бежала в танк, потому что было очень... Я думала, что все, летит самолет. Это было так страшно. Даже словами не передать. Это надо было просто... Это просто надо было видеть. Все. Это тяжело. Допустим, с подругами, которые уехали раньше, меня тяжело говорить сейчас, потому что они не понимают. Они не понимают. Я им рассказываю, что там было. Но не полностью, потому что... Просто рассказывала, что со мной было, что было со мной, что... Ну, что я живая, просто сказала. А я говорю, что у меня нет одежды, у меня осталось все там. Ну, все. Ну, только телефон, зарядка. Там две... Два этих блокнотика, карандаш и все. Это то, что я взяла. Ну, такое... Одежда была только на мне. Маму ухватило в последний день, когда надо было уезжать, когда к нам зашли русские военные танками. В этот день мы собрали сумку. Одну сумку. Там было несколько вещей. Ну, несколько. Ну, и мы уехали. Это... Я говорю, это просто чудо. А погибель? Он был... Там было... Там были магазины, одежда, там всякая... Блокноты, там, ручки. Мне такое нравилось. Просто гулять с друзьями, ходить, там, смотреть. Просто... А еще там был магазинчик. Просто любить, там, купить какой-то там, ну, допустим, пепси там, баночку, потом сухарики каких-то. Ну, просто такое... Ну, просто обычное. Вроде казалось, обычно так, типа скучаю по этому. То есть, одежда, одежда, деньги, это неважно. Нам могут и тут дать это бесплатно. То есть, если мы... Главное, что мы выжили. Знаете, я... Когда я... Когда в подвале мне дали макароны обычные, мне... И со мной была моя подруга, которая жила с нами напротив, ну, соседка моя, подруга. Мы сидели, нам дали макароны, это был... Это был шок. Вроде... Знаете, просто обычные макароны. И мы так обрадовались им. А у нас же еще кетчуп остался. И мы вот этим вот так обрадовались. Поэтому я очень прошу... Ну, цени то, что есть. Потому что... Это правда. Когда не... Понимаешь только, когда теряешь это. Что надо было ценить.